Здравствуйте, друзья, 6 февраля, нет, 5 февраля, и сегодня у меня вебинар. Но так как у меня ещё только утро появилось в свободное время, сейчас я вас кое-чем познакомлю. Значит, я на двух февринарах клялся, что мы с вами разберём вот эту статью. Так, но потом некогда-некогда много сильно тем. Ладно, давайте отдельный фильм. Вот он. Итак, Перший Касанский, клоун Релизова. Он действительно, клоун Релизова, он был спасён мной в посёлке, посёлке рядом с Красным Хутором. Вот, посёлок Сизая. Так, надо проверить, идёт ли запись. Вроде идёт посёлок Сизая. Вот, ближе к горам, замёрзшее дерево, чудом нашёл веточку живую. И пошло-поехало, дошло до Украины. Стало, должно быть сенсация. Почему оно не стало сенсацией, сейчас объясню. Вот, хотя процесс самопроизводный идёт. Мы меняемся, двигаем. Перший Касанский, клоун Релизова. Итак, статья, написанная молодым человеком, которому 20, может 21 год, все фамилии ниже, чтобы лучше осваивали. Перший Касанский, его статья. Для будущего промышлых садов выращиваемых для переработки плодов и сбора косточки для подвоя. Это возможность выращивать полезную продукцию для нашего здоровья, для здоровья наших, для будущего наших детей. Фотографию сделанную в Сибирском саду. Почеркиваю, в Сибирском, потому что мы получим от вас абсолютно равнодушный, убийственный ответ от журнала. Так, научного, по-черкиваю. Полюбовались. Ну, как я могу, ну, вот так и сделать. Лучше стало, видно. Видно хорошо, видно, что они укрытые. Ладно, идём дальше. Вот. Это к вопросу о том, надо ли им делать метровый штамп, прорежать, всё как нас научат. Вот. Вот пока обратите внимание, что да, плоды мелкие, да, их сильно много. Вот. И стоит ли эту красоту портить, я не знаю. Нет, знаю. Россия, Сибирский округ. Ну, пусть и так назвал, на втором статье. Хакасия. Бывший, кратч назывался Юг Краснодарского края. Шушенский район. Город Саногорск. Сад Железов. Персик Краснодарский. Клод Железов имеет много преимуществ. Как над подвойными сортами персика, так и даже над культурными. Среди них возможность выращивать эскортики без прививки. Полное отсутствие нужды в обработке хернохимикатами. Вот. Абсолютно не требует обрезки. Не требует, подчеркиваю. Засухоустойчив. Завязывает урожай даже с холодной неблагоприятной весной. Рассказываю, я сейчас прерываю, но имею право, это же кино, это фильм. Итак, лет 10 назад, страшные весенние заморозки. Первый год, когда он победил абрикосы, которые имеют морозостойкость на 5-10 градусов лучше, чем тот же персик. Вот. Итак, цветут абрикосы, персик еще спит. Абрикосы, бах, под заморозок. Потом засвели персики и завязали плоды. Потом снова, самые поздние, засвели абрикосы и попали под второй заморозок. И этот год был удивительный. Я показывал, у меня как раз были эти телевидения, и все. Я ничего не выдумываю. Итак, абрикосовые плоды есть. Ой, не так. Персиковые плоды есть, абрикосовых нет. И можно было бы сказать. Вот видите, какое необыкновенное. Эти самые морозостойкость и персиковые. Да, необыкновенное. Сейчас идут споры. Выдерживает ли он на самом деле 40 градусов? Или это миф? Но это продолжаем по теме. Имеет три направления реализации продукции. Переработка мякоти на разные виды продукции. Продажа косточки для выращивания подвоев или для расширения садов данного сорта. Переработка ядра косточки на масло для косметической или медицинской продукции. Я вижу здесь влияние одного из консультантов. У нас трое консультантов. Один из них Салий. Валерий Александрович, Сумская область. Где уже действительно стала проблема. А куда девать всё это? Косточек уже считают не кракья, а штуками, а литрами. Килограммами. А продукция ведь портится же. Вот это влияние Салия одного из консультантов этой статьи. Повторяю. Переработка мякоти. Продажа косточки для выращивания подвоев. Переработка ядра на масло для косметической. Для этого что надо? Вы же не догадались, что я клонюю? Для этого надо много тысячи, тысячи, тысячи плодоносящих деревьев персиковых. Ну, рассчитана статья, прежде всего, для Украины и отчасти для России. Но для Украины важнее. Только там можно иметь такие сумасшедшие урожаи. В отличие от других подводных сортов, манджурский, раконевецкий, сибирский, которые распространены в Украине, является самым растойким в мире и выдерживает породы до минус 40, имея растойкость светочной почки до минус 34. Дело в том, что слово Доскобилов добавил я железу. Уже после того, когда статья уже в готовом виде, ну, этот же фильм мы можем поправлять туда-сюда. Встал вопрос, какие цифры называть, до минус 40. Вот, тут было 40, я консультант поправил, пусть будет до минус 40. Доскобилов был в моем саду, 2005-06 год, морозы недели две стояло, 40, 42, 40, 42, может и 45, по ночам я там не шарился. Вот, и пришла весна, зацвели и дали маленький вырожай по несколько штучек, хасанские персики, привитые на китайские сливы, при дереве. Я показывал это все ученому Доскобилову, которого вы уже хорошо знаете. Вот, ну, а то, что мы отцвели все в той шепочке до минус 34, мы долго думали, какую цифру выбрать, мы могли бы 36, 32, вот. Тут же получилось за 40, а несколько плодов все-таки было, но это же еще и не факт, ведь остальные это плоды, эти, в общем, цифра плавающая. Итак, что такое на храню советской науки? В то время я дружил с несколькими учеными, не дружил, нет, общался, и они меня где-то терпели, где-то признавали, только потому, что у меня результаты превосходили их же, их же. Вот видите, слово «С», полную фамилию не называю, действующий человек, действующий ученый. Вот, поэтому мы с ним обменялись статьями в газете, газета «Сибирская», крупнейшая, газета, вот, и я там, это самое, первый написал статью, он мне ответил, потом слово «Я». Он ответил печатом видео через газету, я до сих пор горжусь. И там была фраза, последняя фраза у него, мой призыв, вот такие участки, как мой, еще несколько тут в моем районе есть, это надо делать филиалами науки, и тогда быстрее продвинется дело, потому что у нас много есть, то, чего в науке нет, и быть не может, так как у них другое направление. У них скрещивание, у нас прививки, у них скрещивание, у нас прививки. Вот и разошлись наши дорожки. И вдруг, его ответ, последняя фраза, вот, ну, искать статью я сейчас не буду, это долго, в этом, в архиве очень долго надо перед сотей, если не тысячей материалов. Это, ну, начало так, значит, привлечение в науку любительских садов, это однохронизм в советской науке. Приговор. Такая, да, читаю, миростойкость этой сепочки достигается при определенных условиях. Слабые зимние ветра или их отсутствие достигается путем посадки лесополос по периметру садов. Вот, хороший совет. Отсутствие поздних весенних заморозков. Ну, тут мы можем уменьшить их, можем не обращать внимания, но каждый год уже полов не будет. Куда от них денешься на заморозках? Они есть везде, и на крайнем юге, и на средней полосе России, и на севере. Везде заморозок будет. Постепенное вхождение в зимний период. Да, очень важно. Значит, если привить персик-орстанский на китайскую сливу, или в аджурский абрикос, цветочная почка может удерживать на минус 36 градусов. Но это цифра со мной согласована. Потому что, дальше, сейчас поймите, почему. В то время, как у многих культурных сортов персика, цветочная почка не удерживает даже 27 градусов. А в некоторых случаях при температуре минус 27 погибали даже ростовые почки. На культурных персиках повреждалась кора и древесина. Это данные Саня Валерия Александровича. У него было минус 27. Урожай дали только мои хасанские. Клод Железова. А остальные, как он там писал лично мне, импортные замерзли. Ну, уже более-менее привычные персики. Украине просто пропустили урожай. Ну, и повреждались тоже. В отличие от горького, несъедобного, польского, бульжурского персика, который по всем месту используют как подвой. Вот почему Украина не перешла на подвой из этих, тех же китайских слив? Ну, почему? С их сумасшедшим арностройкой. Персик на персике, какой бы он ни был в арностройке, это не то. Ой, и что я влез с ним в свою штативу? Простите. Эмоции. В отличие от горького, несъедобного, польского, бульжурского персика, который по всем месту используют для подвоя. Ну, как чёрт, ну, в Польше важна стойкость. Персик асанский не только съедобный, ещё и очень вкусный. Имеет кистосладкую, сочную, ароматную мякоть, которая при пользе полного созревания становится полностью сладкой. Цвет мякоти кремовый, почти белый, с одолённым жёлтым оттенком. Имеет тонкий слой красно-бордовой мякоти, возле кости. Ну, это уже почти поэзия, но я бы никогда так не написал. Сочная, ароматная мякоть, при полном созревании полностью сладкая. Цвет мякоти кремовый, белый, с одолённым жёлтым оттенком. Тонкий слой красно-бордовой мякоти. Так, ну чё. Сыну проглотили, идём дальше. Украина. Итак, переехали. Юг Харьковской области. Плоды с корней собственных сеется в персиках, остальных костик полученных прямиком от железа Валерикова Сыныча. Среди подвойных сортов персиков садовод оценит вкусовое качество 10 из 10. Там, там, да, из подвойных, понятно, подвойных. Но и в сравнении с культурными персиками имеет достаточный вкус. Унесли персик светлого, кремового цвета, а хорошо освещенные места окрашиваются в ярко-красный, розовый цвет. Но опять поэзия. На плодах присутствует тонкий слой пуха. Переосозревание может быть разный. Начиная с конца августа и заканчивая серединой сентября. Учтите, Украина. Внимание. Приехали на Украину. Та-дам, да-дам, 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 да-дам. Украина, Сумская область. Персик-Касанский. Тут была какая? Тут было написано Украина. Ага, Юг Харьковская область. Это, наверное, так. Тут. Гадать не будем. Все равно пройтись в пути. Итак, Сумская область. Персик-Касанский. Яркий окрас. Масса плодов. Железа от 40 до 90 грамм. В некоторых случаях 100-110. У меня 50 грамм. Чем южнее, тем крупнее. Это одна из этих незакономерностей, но тенденций. В зависимости от загрузки урожая, от климата. Чем благоприятнее, тем при климате, тем крупнее будет персик. 83 грамма на фотографии. Украина. Юг Харьковской области. Плоды из корни собственных сеянцев, выращенных перчиках Асанского, выращенных из кусочек, полученных напрямую. Важная особенность от Железа, то, что персик Асанский может сажаться без прививок. И при этом масса, качество, вкус плодов всегда будет похожа между сеянцем и привитым саженцем. Вот. Итак, короче, есть такой чернобар, один из лидеров по персикам в Сибири, с моей подачей, с моими молитвами, моими черенками, и стал лидером, да. Вот. Сколько мы ходили по его саду, вот. Он там укрывает, а я нет. Вот. Он частично укрывает, но на укрытых у него не каждый год урожай, а на укрытых каждый год. И мы ходим и ходим, что сельство, что привит, но не различается ничем практически. Это козырь в пользу сельца. Можно заворачивать, с косточки не заворачиваться. Итак, является скороплодным, и при выращивании из косточки дает первый урожай, из косточки, на 3-4-й год. Прививка саженца ускоряет плодоношение. Вот. Кстати, тот же Чернобаев, ну извините, что я вставляю свои маленькие эти реплики. А у него сосед, частный сектор, азербайджанец. Вот. Из этих же косточек тоже вырастет, из этих моих. Ну, от меня Чернобаев, Чернобаева, азербайджанцы. Вкуснее наших, это выходец из Азербайджана. Вкуснее. Вот так вот. Вот что значит 10 из 10 баллов. Корнесобственные. Так, прививка ускоряет плодоношение. Но корнесобственные пешки имеют большой потенциал урожайности. На какие мне делаются раны при прививке. Да, это верно, но большой потенциал урожайности имеют еще и корнесобственные. Но здесь все-таки, знаете, лишняя пара градусов морозостойкости, благодаря прививке, не мешает. Так что вопрос спорный. Все-таки тут рана. Но прививка, но морозостойкость, а там раны нет, прививки нет, возни нет. А на пару градусов должно быть ниже. Так, это знаете, что я вставил? Речь пойдет о прививке почкой. Здесь, прививая персик, массовая прививка на Украине идет с помощью почки. А иначе не напоснешься почек. Вот. Я вставил вот эту фотографию и вот эту. Почему? Крайности, они вот такие. Это фотография, это саженец был из посылки прислан одному из хозяев. Садок большого, промышленного, будущего, несостоявшегося. Вот такое дерьмо, извините, выражение такое. Это нематерное слово, дерьмо. Ему прислали посылки. Запретили приезжать богатому человеку на машине. Вот. То есть, не лично ему, чтобы он послал машину, большую, там, пусть за 500 километров, за 1000, ему по барабану. Все питомники от сибирска и евральска прислали ему. Ну, это крайний случай. Ну, согласитесь, что прививка почка – это не самое лучшее. Ну, это демонстрировал доктор наук. Он, считай, выбрал, видимо, лучший саженец. Вот с этой дикой раны. Все понятно. Дальше. Это моя вставка, еще одна моя реплика. Это позволяет уменьшить затраты на приобретение посадочного материала, ограничить стоимость косточек. У меня косточек стоит 100 рублей. Ограничение я снял, типа, не больше 10. Сейчас распродам и забуду. Так. Если закладывать сад путем посадки порощек косточки на холмы и пожелезово, сразу на постоянное место в саду, это уменьшает затраты на полив в будущее. Первый год поливать хохол быстро сохнет. А потом затраты на полив в будущем сильно повысят здоровье дерево, так как при помощи центрального стержня корня персик сюда будет иметь доступ к воде. А посадка на холм пожелезово повысит долговечность сада на много лет. Давайте, ребята, сейчас вот это вот мы возьмем и перенесем вебинар сегодня. 15-го. И будет о чем поговорить. Лекция. Вот это вот тема вебинара. Тема вебинара где тут ставить? Вот, потому что, чтобы до конца раскрыть эту тему. Представляете, какой одиотизм? Нет? Это приемкой занимается. Вот об этом тоже будем говорить. Так. Другие, не ваши саженцы, абрикосы погибли. Где же мне вставить-то? А давайте вот здесь. Тема похожая. Вот. Как по двое могут... Боряя по двое могут отличать прямой. Так. Давайте вставим. Вот. Вот здесь. Ладно, закрепляем. И возвращаемся там, где мы были. Осталось найти. Я бывает выйду, а обратно зайти для меня. Это проблема из проблем. Проблема из проблем. Так. Это я готовился к вебинару. Караул. Сколько я для вас всем приготовил? Сколько я для вас всем приготовил? Вот видите? Например. Вот вверху. Чеку делать нечего. Пусть работает. Купят у меня то, то, то. Ладно. Так, там я не нашел. Нам надо вернуться. Так, 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 так. Здесь мы были. Так. Нам надо попасть... Ладно. О, нашел. Итак, вот это я скопировал и перевел на вебинар. Если закладывать вебинар, кстати, сегодня... А, заманиваюсь, заманиваюсь. А это мое любимое занятие. Смотрите. Набираем в Яндексе, в Гугле пару слов. Так, как-нибудь. Это сайт Садова до Железова. Попадайте на мой сайт. Вот он. Три слова набрав. Сайт Садова до Железова. Тут все есть. Публикации, видео, фотогалерея. Сюда не заходить без вредов. Каталоги, контакты и гостевая книга. В гостевой книге свежее объявление. Вот он вебинар. Видите? Пятого. Вот это я хотел, чтобы вы знали. Это очень важно. А сейчас возвращаемся. Вот это переносится на вебинар. Поэтому проехали. Идем дальше. Итак, стержневой корень. Вот. Сразу скажу. Такие корни имеют. Абрикосы такие корни имеют. Это на вебинаре покажу. Груши. Это очень важно. Еще кое-кто. Это очень важно. Значит, потенциально. Персик. Напосаженный. И так удачно, чтобы он мог развиваться и вверх и вниз. Он может достигать слоев, где достаточно. Морозостойкий. Морозостойкий. Я не оговариваюсь. Вот. Раствор. Вот. То есть, чем глубже сосет, чем больше глубины. Я его назвал антифриз. И слово антифриз уже пошло. Скоро дойдет до науки. И тогда ученые не будут учить отрезать вот этот корень. Так. Посмотрели. Россия. Опять же, саджелезовая. Длина и размер центрального стержневого корня молодого сеянца Петчика Хасанского. Ну, я сейчас успел заранее про... Цитировать. В Украине, на юге Харьковской области, есть опыт, когда сеянцы Петчика Хасанского. На шестой год жизни дают по 15-20 килограмм плодов с одного дерева. Сеянец на шестой год жизни. Нормально? Это свидетельствует об огромном потенциале вырожайности данного сорта. Внимание! Юг Харьковской области. Внимание! Вот. Персик Хасанский. Перевод роста плодов. Вырожайность сеянца. Персик слаборослый. Это позволяет создавать уплотненные посадки. Вот. Также слаборослая форма дает преимущество и удобство при сборе вырожая. Ну, посмотрите, ну, что вам еще надо? Персик может расти без искусственного полива. Вот. Вы знаете, что такое посадка до холода? И что такое форма дерева? Я проклинаю, серьезно, буквально проклинаю вот это проряжение кроны. Вот так идет вода, еще вот так вот растекается и попадает вся вода. То есть, ее, может быть, мало, но вся попадает на кончики корней. Опять я влез не в свое. Нет, это тоже, это и мой. Этот, ну, все, простите меня, может быть, я с ним буду отвлекаться. Итак, персик может расти без искусственного полива. Выдерживая длительные засухи, оставаясь живым. Это вот благодаря чему, ребята. Вот, корню. Так, опять я влез. Что это такое? Оставаясь живым, при этом сохраняя качество куст плодов, лишним много, уменьшая их размер и массу. Но при применении капельного полива или рощения, персик раскрывает свою сторону большой силой роста. Без полива сельца персика из косточек, первый год вырастает примерно 60 сельца из косточки. На метр в высоту, всегда закладывая ветви второго яруса. Кстати, это к вопросу, если за год два яруса, это скороплодность. Учтите, сельцы, которые находились под капельным поливом или орошением, растают на полутора-двух метров в первой год жизни. Вот. Насколько сильный приросты будет иметь персик раскрасив в последующие годы с применением полива, можно лишь воображать. Но стоит помнить, что саженцы, которые с самого начала выращивались с применением полива, в дальнейшем будут иметь меньшую способность, приспособляемость к изменениям окружающей среды, в частности к засухе. Ну-ка, друзья, кто из вас вот эту фразу придавал? Отличная фраза, очень умная. Повторяю. Стоит помнить, что саженцы, которые с самого начала выращивались с применением полива, в дальнейшем будут иметь меньшую способность, приспособляемость к изменениям окружающей среды, сейчас и в засухе. Вот, пожалуйста. Ну, это фотография. А вот спросите меня, чья? Кого? Кого из трёх? Ну, сейчас, может быть, ниже будет. Итак, посмотрели на, это прививка окулировкой, почкой. Вот. Вот они выращиваются. Итак, Украина. Ряд однолетних сейцев персиков-хасанских выращивают под капельным поливом. Значит, это салия Валерия Александровича, одного из консультантов этого замечательной статьи. Высота салия Валерия Александровича 0,8-2 метра. Вот. Однолетние уже 2 метра. А, ну, капельный полив, чего вы хотите. Так. Особо ценен сорт при интегрированном и органическом земледелии для выращивания плодов на переработку. В отличие от большинства культурных сортов персиков, персиков-хасанский может расти абсолютно без использования ядохимикатов. То есть, у него они никогда не болели. Валерий Александрович, какая польза от вас? Испытание вы заменили собой институт. ИИ. Научство ИИ-исследовательское. Тем самым, уменьшая затраты на их покупку. Это даёт возможность выращивать здоровые, полезные продукции без содержания, в следующем, то есть без ядохимикатов. Выращивание на персика, не вредные для окружающей среды и для человека. Ценность сорта для переработки состоит также в том, что плоды имеют очень маленькую косточку. Вот тут, когда он написал, не вредные для окружающей среды, я на вебинаре покажу. В феврале месяц уже начинайте профилактическое опрескивание. Ну вот надо человеку продать, ну вот хоть ты лопни всё равно. И ведь убедит же. А здесь что написано? Выращивание на персика не вредное. То есть, опрескивать ядом не обязательно. Ценность сорта для переработки состоит в том, что плоды имеют очень маленькую косточку. В сором виде она имеет массу. От 1,2 до 2,5 грамма косточка. В зависимости от размера плода. Так, друзья, я очень долго говорил, что получается. Я хочу тогда растянуть. Сейчас. Я хочу растянуть на 2 кина. Вот. Почему? Потому что люди устают. Уже сейчас, вот остановившись на этом, да. Потому что ещё много-много надо говорить. Это не шутки. Мы ещё не добрались до России. В Сибири были, а в Брянской области не были. Вот. Понимаете, о чём речь идёт? Ещё много информации. Моё предложение посчитать это за первую серию. Вот. Остановиться. И потом, может быть, сейчас сразу, может быть, завтра я взял вторую серию. И тогда мы подведём итоги. Почему? Потому что я вас интригую. Впереди разбор полётов. Редактором. Одного научного издания. Вот. Мы уже с вами видели Украину. Мы видели. Это с Харьковской области. Результаты. Мы видели Сибирь. Результаты. Мы видели результаты. А в Сибирь. А в Сибирь. А в Сибирь. В Сибирь. Заметьте. Считается в Персике только четыре области вдоль Шарного моря. Так. Итак. И ещё мы увидим Редскую область. Вот. И у нас будут свои итоги. А человек будет гнуть пальцы редактору и говорить. Вы не испытали. Тут много написано в сравнении с другими. Но вот мы не испытали. Всё. Переходите на английский. Вот. Не знаю. Может англичанам это надо. А я до сих пор не верю. Что вся Украина перешла на английский. Не верю. Не верю. И пока предварительный вывод. Отказ печатать. Это значит, что сотни, если не тысяч учёных. Это на юже. Издание это учёное. Вот. Никогда не узнают про уникальные Персики. Персики мы параллельно с ними живём, работаем. Мы не пересекаемся нигде. Я знаю. Потому что у нас много в России институтов. Ну, сейчас седельских. А им этот Персик по барабану. По барабану. И получается, что отказ. Отказ в публикации. Это значит, что, наверное. Я потом покажу и фамилию. И его текст, наверное, не на своём месте. Потому что надо иногда рисковать. Сказать. А чем чёрт не шутит? А вдруг это правда? А вдруг это правда? А вдруг ведь всё это не выдано? А вдруг в самом деле это Харьковская? А вдруг это растёт в Сибири? Ну, тогда какие к чёрту нужны испытания? Ведь Сибирь – это крайний случай. Вот. А вдруг это всё правда? А зайти на сайт «Железа». Увидеть сотни фотографий Персиков за все годы. Увидеть вот эту самую. Вот эту вот. Мы же с вами почти сюда попали. Вот. Почти. Любуйтесь, 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 любуйтесь. Вот. Догоняйте, в конце концов. Ищите. Знайте, что существует это. Параллельно с вами совсем другая жизнь. О которой вы, учёные, вот, и в том числе ваша, как бы, надменная часть, мы редактора, вам и докажите. А это какие доказательства, нет? Пока не будет сухих цифр. Вот. Никто это за доказательства не считает. Нету ничего этого. Приснилось. Сибирь, хранятки. Вот она. Всё. Этого мне уже заговорила уже обида. Всё. Первая серия закончилась. Кстати, можете у меня кусочки персика купить, пока есть. И у вас будет это. Как говорил этот фокусник, будет вам счастье.